Не все прошло гладко, но в целом работа выполнена. Так отчитался о предварительных итогах оценки условий труда Валроса заместитель председателя профалмаза Константин Дегтярев. Он признал, что не во всех подразделениях специалистам, проводившим оценку, руководители профсоюзных ячеек оказывали помощь. Не все работники согласились и с выставленным классом вредности на рабочих местах. Кому-то показалось, что условия труда на их рабочем месте тяжелее. Из-за этого комиссиям пришлось проводить повторную оценку уже вместе с самими работниками. Прежде всего, определенный объем и с привлечением в лабораторию очистящей организации проведены дополнительные исследования по рабочим местам, в том числе и в зимний период, потому что у работников много вопросов возникало, что замеры производились на некоторых рабочих местах, особенно, конечно, это связано с основным производством, с карьерами. В летний период проводились замеры в зиме. Картина совсем другая была, честно говоря. Некоторые повторные замеры, показатели вредности, особенно сделанные в уличных условиях, действительно оказались заниженными. В итоге, после проведения спецоценки, число рабочих мест, связанных с вредными условиями труда, снизилось почти в два раза. Класс вредности напрямую влияет на размер оплаты труда и предоставляемые льготы и компенсации. Всем работникам, занятым на подземных работах, независимо от степени вредности или даже независимо от вредности условий труда, установлены сокращенные положительные рабочие времени 36 часов в неделю. Второе, значит, для работников в условиях труда на рабочих местах, которые по результатам спецоценки и силы вредным, с классом 3,2 и выше, будут предоставляться дополнительные отпуска. Свою оценку о проделанной работе на заседании совета высказали и представители правкомов с северных площадок. По их мнению, особых нареканий у работников подразделений результаты спецоценки не вызвали. Некоторые до сих пор, например, не могут понять, почему было так, стало так, но эта работа, как я хочу сказать, и дальше продолжается проводиться и будет проводиться. Ну, в связи с внедрением новой системной оплаты труда, по уменьшению заработной платы у нас ни у кого не произошло. Мы дальше будем отслеживать. О том, что и как поменялось в оплате труда, работникам Алроса объяснят еще раз на расширенных заседаниях профсоюзных комитетов. Там же сотрудники зададут все интересующие вопросы по теме, чтобы незнание коллективам «Сути перемен» не породило кривотолги.